привет я гамания сегодня я покажу что я построил и тут есть то что многие довольно долго ждали приятного просмотра так начнем с того что в городе появился довольно большой район который дал идею и помог начать калинка уфу неллигсбургский район это район в котором можно заметить что-то похожее на дома внимание людям со слабым пк лучше не приближаться к этому району тут находится здание с интерьером поэтому кто в 10 серии решит скачать карту тот в этом районе получит инфаркт процессора поэтому смотрите что у меня получилось на видео в этом районе я использовал четыре типа зданий там это должно было выглядеть как в москве я старался три из четырех зданий я строил сам только свечка взята из дне олегсбурга и перекрашена биоменд спасибо за поликлинику школу и детский сад я в таких зданиях особо не шарю поэтому показываю поликлинике есть два отделения для взрослых и для детей поэтому следите за табличками когда будете входить в здание школа хорошо проработанная интерьер присутствует в отличие от моих школ которые только для вида и созданы детский сад тоже неплохая работа интерьер тоже присутствует поэтому еще раз спасибо в центре района находится маленький торговый центр в котором расположились разного рода магазины и банк книга ед придуманный одним из зрителей на стриме честно не помню кем приватбанк ртв евро агд европейский магазин техники трилесник а тб еле еле два оператор связи а еще магазин сотовой техники напротив находится парковка на пару авто я думаю больше не надо потому что в дц могут люди ходить с ближайших дворов в южной части района находится игровой клуб и магазин сотовой связи мегапон расскажу я о компьютерном клубе здесь вебезона отдельные комнаты для приставок и общий игровой зал как по мне очень хорошо смотрится кстати спасибо за идею с автоматом для жвачек немного восточнее можно заметить автовокзал городских и пригородных автобусов я попытался немного задекорировать чтобы выглядел чуть получше но я считаю это получилось зацените вид отсюда через городской шоссе можно увидеть здание региональных услуг где занимается всякая бюрократии ну к примеру выдачи паспортов или прописки в доме это все здесь на одном из стримов я перестраивал парк около неолексбургского консульства я думаю что выглядит очень хорошо тут построено поле которое предназначено для местных жителей или футбольных турниров для этого здесь установлены трибуны в городе появились еще две компании заправочных станций следовательно появляется конкуренция появились заправки майнинск нефть и fox oil от города коммуниста тильки теперь цены на топливо будут дешевле и вследствие в городе должно подешеветь буквально все кто не состоит моем дискорд канале тут не знаю что я начал копать метро поэтому я представляю вам первую линию метро в манинске м1 или же красногорская она состоит из 6 станций и одного электродепо длина же всей линии около 4000 блоков для такого города как манинск это довольно большие расстояния но это пока следовательно это не конечный вариант всей линии поэтому стоит все-таки подписаться и следить за развитие манинского метрополитена у каждого входа на станцию стоит автомат для продажи одноразовых билетов метро однако многие жители манинска пользуются местными картами купленными через интернет в электродепотчфайву можно заметить раздевалку где машинисты надевают форму и на этом же этаже находится медпункт ведь каждый машинист перед сменой должен проходить медобследование этажом выше можно найти диспетчерскую где диспетчер следят за движением поездов на линиях метро машинисты и диспетчеры получают жилье напротив электродепо для быстрого прибытия на спину в случае непредвиденных ситуаций спросите вы где находится комнаты отдыха для самих машинистов они находятся довольно далеко от самого депо но на территории предприятия еще раз спасибо данным людям коммунист биом энд и клинка уву а пока я предлагаю посмотреть все станции метро и новый район под музыку вывезли с этого родом по а и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok